он все для меня он он и учитель и мастер и маэстро и подмастерье и творец все это необыкновенный на мой взгляд художник я считаю что лёля один из немногих лучших художников анимационного кукольного кино как автор типажей у нее ему так удавали всегда типажи вот ну вы сами знаете по чебурашки оранжес апельсин опять чуракнулся фу ты чебурашка какой что же мне с тобой делать не знаю в нем как говорится оказалось море обаяния и он оказался просто маленьким несмотря на то что зверек маленьким человеческим ребенком этот скромный человек настоящие легенды российского кино истинный гений озаривший яркими красками наше детство его руками созданы самые любимые герои мультфильмов его творения без преувеличения шедевры зовут этого великого художника леонид шварцман прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино с днем рожденья поздравит и наверно оставит мне в подарок пятьсот из кимов ах я играю на гармошке у прохожих на виду к сожалению день рождения только раз в году люли считай счастливый и везучий человек вот везучий человек вот вся его жизнь как он наверное родился с карандашом если так можно сказать в руках так у него вся жизнь прошла с карандашом и и в общем то это основное что ему нужно было в жизни все дети рисуют но потом кто-то бросает это а кто-то становится художником естественным путем особенно если вот мой старший брат он рисовал немного он не был художником но нарисовал и его пример меня естественно тоже вдохновлял но никто и подумать не мог что увлечение юного лёли шварцмана станет делом всей его жизни и миллионы детишек вырастут на его рисунках когда я приехал в москву сдавать экзамен его в гиг я столкнулся замечательный фильм под названием бэнди вот это было потрясение я помню что я по моему смотрел это на площади триумфальную площадь маяковского кинотеатр москва и я помню как зрители хохотали до упаду спадали сползали с кресел то же самое делаю я а некоторые потом не рассказывали наивные люди удивлялись до чего дошли чудеса дрессуры как выдрессировали за птика этого бэнби и других персонажей вот это было моё первое по-настоящему столкновение с мультипликации спустя полвека после этого знакомства с шедевром диснея леониду шварцману аплодировала вся америка в нью-йорке ему вручили этот престижный приз под названием голливуд детям это был как раз на бродвее и мы жили в гостинице бродвее и там большой киноцентр такой был и там на этом торжественном вручении показали снежную королеву на английском языке мне звонил олег видов рассказывал какие мешки с письмом приходят по поводу той же снежной королевы как это все здорово красиво просто на и там людям нравится это не только они знают диснея не знают и наших мастеров я вспоминаю как они подходили маленькие дети там на просмотр благодарили меня но они все по-английски а ну олег был рядом переводил причем были всякие дети темненькие желтенькие беды там была большая довольно аудитория тогда мне было очень приятно как они воспринимали снежную королеву там стоит ледяной дворец в этом дворце живет сама снежная королева она красивая трудно себе представить как она хороша она вся изо льда из ослепительного сверкающего льда и однако живая глаза ее сияют как звезды но нет в них тепла много чудес в ее холодном дворце есть в нем ледяное зеркало снежная королева мне кажется равнодушным никто никого не могла оставить снежная королева пусть в этом образе много было зла холодности там недоброжелательности вот такой вот конечно образ очень впечатляющий на мой взгляд и с голосом бабановой который папа пригласил на озвучание и работу актерскую конечно образ получился потрясающий я заклинаю вас осколки ледяные я заклинаю вас моей волшебной властью летите прочь один из самых пожалуй для меня интересных и сложных в работе был образ снежной королевы королевы она ведь она ведь должна была быть сохранять свою вот такую вот величественность и красоту и и какой-то холодности это пожалуй один из самых сложных персонажей я много раз говорила тебе аромат цветов красота и радость стихи поэтов и любовь их несущие струны ты должен забыть все это ай забыть шедевр 50-х годов снежную королеву золотую антилопу и аленький цветочек создал режиссер лев атаманов художниками на этих фильмах были леонид шварцман и алексей винокуров работали они вместе с сашей винокуром это были два друга каждый занимался своим мне ли рассказывал что саша юра саша занимался фонами пространством цветом я занимался персонажей хотя какие-то персонажи периферийный делал и александр винокуров но в основном конечно персонажи были 0 шварцман самые счастливые мои годы работы на студии это работа с львом константинович аромановым и винокуровым мы вот втроем это мы очень близки были и духовно и душевно не очень большим радостью работали вместе с большим уважением относились к нашему ну я считаю учителю атаманов который нам очень много дал не только мультипликации вообще в культуре когда я смотрю маленький цветочек я до сих пор но у меня глаза на мокром месте могут быть потому что какие-то моменты они близки мне по моему от и отцовскому отношению к нам к детям испугал я тебя настенька приходили к нам и вот это мы уже с сестрой помним и оболюбили очень смотреть когда работал лёля с сашей и папы ну конечно мы боялись просто шелохнуться чтобы не не дай бог помешать и нас практически не замечали они настолько увлекались своей работой как дети буквально когда играют во что-то вот и это было очень интересно наблюдать когда это было начало когда вот мы стали вместе когда мы поженились и когда мы жили как большинство коренных москвичей в коммуналке у нас в общем-то нас живо пять человек негде было рисовать был маленький столик на котором мы и и рисовали и ели и все прочее было в общем вот и мы как-то старались предоставить условия я входил галюль я мешаю да нет говорит он очень нетребовательный человек это поразительно а а а а а а а а а и а Погоди! Погоди! Еще! Да еще! 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 Чёртся! Пощади! Довольно! Помогите! В Индию мы не ездили. Конечно. Правда, мы поехали в Ленинград, но тогда был Ленинград, в запаснике Эрмитажа, где нам показали подлинные образцы индийского оружия. Создавая своих персонажей, Леонид Шварцман всегда наделял их чертами знакомых. Так в фильме «Варежка» мама девочки напоминает известную художницу Тамару Полетику. Попугаи с 38 попугаев – это смесь Владимира Ильича Ленина и директора студии Иосифа Боярского. А прототипом знаменитой старухи Шипокляк стала теща Шварцмана. Ну а среди собак в мультфильме «Варежка» студийцы угадали самого режиссера Романа Качанова. За каждым персонажем видел тот из знакомых ему людей, того из знакомых людей, кто мог бы являться, чья характеристика могла бы быть вот в этом самом, в этой всей собачьей своре. Ну, в частности, например, когда там есть такой персонаж в «Варежке» – боксер, который командующий, так сказать, всем этим парадом соревнований, и он сидит, он неподвижный, он только-только головой там ворочает только бровями. И Лёля говорил, «Да я же, говорит, сундука делал сундуком, звали Романа Качанова». «Варежка делал сундуком» Вот с удавом мне пришлось очень много водиться. Ну, потому что змея ведь – это малосимпатичное животное. Я ходил в зоопарк, рисовал удавов, питонов. Единственное, что я подсмотрел, это прикус змеиный, когда нижняя челюсть находит на верхнюю, вот это вот действительно, это чисто змеиный прикус такой. Ну, это все. Ну, это змей неприятный. А ведь по сценарию он же философ. Это же не просто удар. И никак не получалось. И вот потом какое-то… Ну, во-первых, я вытянул морду сильно, у него же короткая морда, лубавок. И когда он стал, уже получил свой окончательный образ, когда я придумал ему нос и веснушки. А почему я этого не заметил? Ты заметил. И сказал мартышке, что никогда не сможешь ходить. Правильно. Вот. Я же говорила. Я никогда не смогу ходить, потому что я вообще не хожу. Я ползаю. Мне даже кажется, что он как-то не очень и представляет свой масштаб, свое пространство, мультипликация, которая у него безмерна. Ну, естественно, первый персонаж, который приходит, это персонаж Чебурашка. Сколько бы там Успенский не пытался пыхтеть по поводу того, что это он сочинил персонаж, сочинен персонаж в своем изображении, сочинен, безусловно, художником Леонидом Ароновичем Шварцманом. И это совершенно ясно, несмотря на всякие судейские измы, судейское иезуитство. Этот персонаж сделан им. Над Чебурашкой Леонид Аронович работал дольше всех. Казалось бы, простейшая фигурка, но путь к ней был очень долгим. Уши, ну, вначале они были почти нормальные, как ушки, вот здесь, потом они увеличились, сползали, глаза. Вот глаза, кстати говоря, вот я вспоминаю описание Успенского, там же сказано, что у него были глаза, там точно могу сказать, что это был такой мохнатый, пушистый зверек, ни на кого не похожий, с такой круглой зайчьей головой, с большими желтыми глазами, как у филина, вот я точно говорю, и с маленьким хвостиком, как у медвежонка. Там о больших ушах даже слова не было сказано. И вот все это уже постепенно, постепенно обрасталось. Это я, Чебурашка. Чебурашка. Кто вы такой? А я не знаю. Вы случайно не медвежонок? Может быть, не знаю я. Сейчас, сейчас посмотрим. Так, так, Че. Че-че-че-че-чаи, чемоданы, чебурэки, чеб... Чебоксары. Странно. Никаких чебурашек нет. Значит, значит, вы не будете со мной дружить. Почему? Будем, будем. Особенно любят его женщины и маленькие дети, чебурашку. Именно как маленького ребенка. и трогательность этого ребенка. Что же это получается? Его беззащитность. Его наивность. Бессловно, сразу Микки Маус приходит. Но кон гениален ему, чебурашка. Сочиненный, сфантазированный персонаж, который имеет, который заполнен до краев человеческими качествами. Качествами переживания, качествами трогательного, беззащитного, который находится все время на краю, на краю того, что с ним что-то может случиться, и его нужно успеть только подхватить и убрать с этого места. И с ним все время что-то случается. Сейчас чебурашка скажет вам речь. Мы строили, строили и, наконец, построили! Ура! По-моему, все у Ленина типажи, в них он, по-моему, сам себя показывает даже. Тепло, доброта. Да, ведь на самом деле, посмотрите, на чебурашку, на крокодила, вроде бы, крокодила должен быть. А вот посмотрите, какие все типажи! Лёля добрый, Лёля великодушный, как, в общем-то, отзывчивый. Ну, вот. И как-то у него много близких людей до сих пор. Понимаете, он старается до сих пор, в общем, как-то в какой-то мере помогать людям, насколько это возможно. Он абсолютно лишён злобы, злобного отношения к окружающим. Он невероятно добр, невероятно... Там, где он бы хотел критиковать, он снисходителен. Но он не будет критиковать. Он, может быть, где-нибудь там кулуарно скажет. Но он... Он боится оскорбить человека, боится обидеть. Медленно минуты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль, лучшие, конечно, впереди. С катертью, с катертью дальний путь стелется и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Может, мы обидели кого-то зря. Календарь закроет этот лист. К новым приключениям спешим, друзья. Эй, прибавь-ка ходу, машинист. Осознает ли Леонид Аронович Шварцман весь масштаб своей личности? На этот вопрос он не ответит ни за что. Наверное, где-нибудь в Америке или Японии художник, придумавший одного только чебурашку, стал бы миллиардером. В России 88-летний Лёля Шварцман живет на окраине Москвы на одну пенсию и радуется, что его герои давно живут самостоятельной жизнью. Лёля скромный человек. Он, безусловно, понимает, этого нельзя не понять. Но это у него внутри. Он никогда даже мне даже мне не будет вот об этом говорить. Вот знаете, бывают чеславные очень люди, которые будут рассказывать, ты знаешь, вот я был там, ты увидел себя. Абсолютно этого нет. Этого у него нет. У него чеславей нет. То есть оно может быть очень глубоко запрятанное. Вот так вот. А внешне нет. Температура падает! Температура падает! Падает температура! Мы улетаем на юг! Температура падает! Гав! Что там у них случилось? Что там у вас падает? Температура! Она действительно падает! Падает? Сейчас упадет! Ловись! Это уникальный случай, когда художник-постановщик одинаково успешно работал и в рисованной анимации, и с куклами. Везде Леонид Аронович находил что-то интересное для себя. К своему главному режиссеру Льву Атаманову он вернулся спустя 15 лет. Вместе они создали сериал «Котенок по имени Гав». Но на пятом фильме Атаманов умер. И студия поручила закончить кино в качестве режиссера Шварцману. Как режиссер я, в общем-то, ну, господи, у нас много режиссеров разных. Не все Норштейны хитрукие и Назаровые, естественно. Вот. Для меня они, конечно, вершины. Вот. А таких режиссеров, таких рядовых, как я, очень много было. Но все равно я себя режиссером не считаю. Я себя считаю художником, прежде всего. Но знаю, как это все делается. Как режиссер Леонид Шварцман создал еще несколько обаятельных мультфильмов. Самый известный цикл истории про непослушных обезьянок. КОНЕЦ Жизнь, которая была вне студии, она не очень нас касалась. Мы настолько были вот все в студийных делах, в студийной работе, и в нас, которые, в общем-то, люди нас окружали, окружали, в общем-то, как я уже сказала, довольно были интересные люди. И самое главное, в общем-то, мы были коммуникабельные, мы были добрые. Он был предмет насмешек. Его разыгрывали. Особенно этим отличался, конечно, Роман Качанов. Он вообще обожал. Он просто вне розыгрыша его предстоит просто невозможный. Он мог разыграть его совершенно на ровном месте. Я помню, как он его разыгрывал с радиацией где-то там в Сибири. Они куда-то в Томск летали. И он ему доказал с абсолютной очевидностью, что в пространстве гостиницы радиация. Он рисовал каждый день на стене точку, которая передвигалась. Он закрашивал точку и рисовал ее дальше. И Леля вглядывался в эту точку и так вот очень удивлялся. А Роман ему говорит, ты видишь, Леля, я же тебе говорю, что радиация. И Леля абсолютно вернул. Розыгрыши на Союз-мультфильме Осман особенно любит вспоминать проделки режиссера Чебурашки Романа Качанова. О том, как они с Евгением Мигуновым разыгрывали художника Льва Мильчина. Они вырезали из целлулоида, залитого черной краской, большую кляксу и опрокинули пустой пузырек черной туши. И из-под него якобы выливается вот эта вот большая лужа. Лужа. Ходит ночь Лев Исакович и с ним обморок почти. Он увидел, что его такая огромная панорама вся испорчена. Ну, как-то он пришел в себя, ему рассказали, показали, он успокоился. Но потом была как бы вторая серия. Мигунов скопировал другую панораму, очень сложную, и залили по-настоящему тушью. И вошел опять-таки в этом пановом цехе был, Лев Исакович, ах, какие эти штучки, и хлоп по этой кляксе. Полетели брызги, и тогда ему действительно сделался очень плохо. Не спешите меня. Мне смеяться нельзя. Искусство анимации, на мой взгляд, это одно из немногих искусств, которое может передать именно все лучшие качества человека и привить их. Потому что мы сейчас забыли, может быть, я не о том сейчас говорю, но мы забыли о том, что анимация, она должна ведь добро нести детям. Ведь на 90% наш зритель должен быть ребенок. Леля живет по абсолютно таким высоким законам бытия. И это позволяет ему до сегодняшнего дня оставаться не то что там жизнерадостным, а заполненным тихой радостью, вот этим пространством радости и пространством искусства. Когда мы с ним разговариваем по телефону, то я не слышу там никакого старческого дребезжания. Он все тоже. Многие люди, вот я встречаю нашего возраста людей, они, к сожалению, останавливаются. Вот подходит какой-то рубеж человеческий, человек на этом остановился, ему ничего не надо. Ле этого нет. Когда он себя хорошо чувствует, мы, в общем-то, с Лёлей держимся на том, что мы очень много разговариваем, очень много говорим о жизни, о людях, опять о той же истории. То есть, вот, наверное, вот это вот такое, это то, что не пропадает интерес к жизни. Отчего, я не знаю. Но он не пропадает. Ну что вы, что вы, друзья мои. Я хотел сказать, вот было бы здорово нам опять познакомиться. Опять? Ну да, опять. Я с удовольствием познакомился бы с тобой, мартышка, и с тобой, слонёнок, и с тобой, попугай. Я бы с удовольствием. Не я. Но мы уже знакомы. А мы давайте возьмём и ещё раз познакомимся попугай. Мартышка. Слонёнок. А я удав. Ура! Будем знакомы! Номер Редактор субтитров А.Семкин